Христос воскрес! Мир всем! Возьмите ручки и бумагу, потому что будет полезная информация У меня два адреса от известных, стоящих в истине, напоминающих еретиков, священников И я об обоих этих случаях вам расскажу И даже более того, мы еще почитаем размышления, обсудим по поводу, как нам, и где, и с кем, каким образом спасаться Вот эти последние времена Во-первых, дорогие мои, я хочу вам сказать о том, что вы не брошены Это во-первых, не унывайте ни в коей мере Это один из самых страшных грехов Даже гордыня, наверное, идет уже на втором месте А на первом месте уныние Почему? Потому что уныние делает следующий шаг Самый ужасный для человека, для православного христианина Это самоубийство Которое никак нельзя исправить И все самоубийцы, конечно, царство небесное не наследует В любом случае Можно там вымолить чуть лучше Там место, но тем не менее, это будет только ад Вот, вы не брошены Я вот уже сейчас за окном ночи 11 часов, но тем не менее Я освободился и Спокойно могу с вами пообщаться Первый вариант Значит, к сожалению Переписка на WhatsApp У меня очень много приходит Я стираю вечером И я тоже удалил Это матушка Ольга И отец протеерей Олег Я вам покажу сейчас ролик с ними Значит, я тоже с ними не знаком физически Но духовно мы общаемся Очень достойная пара Ишля Такая деревня или поселок Где они живут И запомнил Значит, вот матушка Ольга Мы с ней общаемся Тоже в WhatsApp И она мне сказала Что есть такая Елена Православная христианка Из Рязанской области Ее телефон Вот Пишите 8-4-9-1-4-2-3-5-5-9 Значит, по памяти Она не матушка Просто православная христианка И у нее Где она живет Какие-то совхозные дома Которые Можно Оформить Как-то Вот И там Ну, короче Я лишнего не буду говорить Это вы скажете Евгения, ты сказал А на самом деле этого нет Разберетесь сами Я этот ролик Залью Значит 30-го Завтра будет 30-е Мая Сейчас 29-ая Поздняя ночь Я его залью И К чему это рассказываю К тому, что Кто первый Того и тапки И второе Эта информация Кажется Это только верующих Только Не спящих Не тех Кто в Мароке Которые Так сказать Ни туда Ни сюда Лучше не звоните Потому что Потом сами будете мучиться И Будете мучить Окружающих Здесь Нужны адекватные Так сказать Здоровые Люди Душой Душой В первую очередь Конечно здоровые Потому что Нужно работать По поводу работы Я вам хотел еще сказать Тоже Мы с вами Так как мы с вами общаемся Это диалог Потому что Такой же как и вы По поводу работы Многие говорят Я Пощусь Я Там Молюсь Я Там Аскет Ну прочее И разные интерпретации А я вот сегодня работал целый день Ну Там Сажал Так сказать Полол Ну неважно Да Такая Крестьянская Работа Поливал Вечером И я понял Что вот В обед Я Очень устал И Нужно отдохнуть И я Поймал себя На мысли Что вот он Труд Вот Молитва Вот Аскеза Когда ты Делаешь это С молитвой А когда ты Делаешь это С любовью Возделываешь Землю Если у тебя Культиватор Нет ли его Есть Лопата Есть Грабли И какой Другой Садовый Инструмент Не важно Чего ты Делаешь Раскорчевываешь Ли участок Или сажаешь Картошку Или убираешь Или окучиваешь Любой труд Или поливаешь Или Рубишь Дрова Но сначала Надо Где-то Найти Так сказать Валежник Вот Это все Труд Благой Это все Православное Православное Делание Вы Вы Не задумывались О том Что Крестьяне И христиане Однокоренные Слова Практически Очень Похожие Даже Редак наук Я сделаю Так вот Она его Уже Погубила Мы Сами Убиваем Себя За Копейки Медсестры Медсестры И другие Сотрудники В белых Халатах Делают Манипуляции С нашим Плечом Так сказать Полицаи Имеющие Соответствующую Кокарду На Шапках Так сказать Обижают Каких-то других Простых людей Граждан Учителя Ненавидят Детей Сдают Их Делают Испоганили Выборы Водитель Бульдозера Выполняет Работу По уничтожению Сыра Или Как В Самарской Области Там Десять тонн Огурцов Свежих Для того Чтобы этого Не было Или Лекарства Закапывать И так далее И тому подобное Вы поняли О чем я говорю Мы сами Себя уничтожаем Это чудо За свои деньги За свой счет Мы себя уничтожаем Нам никак Эту Эту Напасть Не искоренить Потому что Потому что Их отец Дьявол И все сделано Мудро Хитро Завалировано И вроде как И даже ушей Не видно Этих Казаков Иорданских Вот Но мы то Понимаем С вами Дело даже Нисколько В Иордане Разные Национальности Люди Эти Бывают Просто Они более Внешне Как-то Возможно Отличаются И О них Проще Говорить На самом деле Этот комитет 300 Их Там Разные Национальности Есть Самых богатых Семей Планеты Которые Заказывают музыку Которые Решили Избавиться От вас Посмотрим Насколько У них Это Получится Им Самим Интересно Но Они Распущены Они Шизофреники Им Все равно Они Погрязли В роскоши Погрязли Во вседозволенности Потому что Все Президенты Все Руководители Стран Всей планеты Служат им В противном случае Они Заболевают И Все быстро Заканчивается Поэтому Дорогие мои То Что мы Сегодня Обсуждаем Это Архиважно Архиважно Для проснувшихся Для Людей Которые Ценят Свою душу Ценят Своё И тело Как Храм Души Значит Давайте Я вам сейчас Покажу Переверну Камеру По поводу Отца Так Нет Вот Ролик У меня На канале Называется Семья Не предавшая Христа Священника Приглашают На службу И построится Башкирия Село Ишля Вот Этому ролику Девять месяцев Это просто Откуда Это первый вариант Откуда идут Откуда ноги растут Вот Это вот Этот священник Он Уфа Вот Ирей Олег Борисович Ерофеев Он потом Противеем стал Вот он Его Матушка Дала нам Вот Ольга Вот у их Реквизиты Да Помогите им Пришлите им Копеечку А лучше Всегда присылайте Хоть по тысяче Ежемесячно Возьмите их На патронаж Они нуждаются Вот Покажу вам Немножко Этого Отца Может и матушка Тут будет Я перебрасываю Камеру И включаю Христос воскресе Братья и сестры Милер всем Я Олег Ерофеев Живущий В Башкирии В частности Гелорейский район Село Ишля Хочу А я кстати Его дам телефон Матушки Да Теплые отзывы В интернете Да Пожертвования В первую очередь Евгения Борисовича Который Создал Ролик Этот У него тоже Можно построить Обращение к нему Кому Пообщаться С ним Вот Мы Проживаем Как я уже сказал Значит В Белорецком районе Это Лесные районы Горы Урал Места у нас Суровые Здесь Вот Но Тем не менее Люди живут Приезжайте Вот Если у вас есть техника Если техники нет Добраться К нам очень трудно Это очень хорошо Так что Пишите Записочки Матушки На WhatsApp На WhatsApp Вот она Матушка Моя подруга Если Если кому-то Закон Пообщаться Не Устит Так А вот Это Матушка Телефон Ее Ватсапский Записывайте Отца Группы Партии Заседания Симпозиумы Съезды И т.д. И т.п. Но они тоже Меня не любят Слава Богу Да Тоже Они меня не приглашают Никуда Эти съезды К чему я говорю Ко мне люди Приезжают Ну по зубам Допустим Да Вот многие Мы знакомимся Архиереи Там и старцы Были разные Я вас Вам рассказывал Вам о некоторых Из них Это все Продолжается И сейчас И Или не Приезжают Связываются Со мной По WhatsApp И мы Общаемся Так было И с отцом Олегом Ерофеевым С его женой С его матушкой Ольгой Так было И вот Протереем Валерием Харитоновым Очень достойный Интересный Священник Я вам Я вас С ним Познакомлю Ролик Этот Шесть месяцев Назад Был Шесть месяцев Назад Был сделан И Называется Он Исповедник Веры Протереем Валерий Харитонов О царе Патриархе В кавычках Зосиме Аферистины На доверии Руководство Спецнадцатым Правилом Двукратного Собора Или Фотия Великого Патриарха Вот так Выглядит Он Священник Все есть Видите Вот просто У нас Нет иногда Желаний Или знаний Где Где Искать Значит Статья Большая Вот Его Приход Видите Как Ему Повезло Шестьдесят Восемь Человек Еще Подписало Этот документ Правящему Архиерею В моем Храме Альявидова Дмитровского района Московской области Когда Настоятель Патриарх Аркадий Кузнецов Меня Ну он сказал Чтобы я больше Не приходил Так как Я не поддерживаю Эти все Нововведения Против Патриарха Кирилла Ведь выступают Разные Прихожане Вот Женщина Молодая Вот На клиросе Поет Вот Короче Понятно Посмотрите Это Этого Замечательного Священника Так Вот Собрание Сайт Собрание И здесь О нем Вот Информация Слава тебе Боже Наш Слава тебе Еще один Честный Отец Ушел Непомин В семнадцатом Году В храме Сретения Господней Станицы Босковской Шахтинской Эпархии По окончанию Божественной Литератургии Прошло Приходское Собрание На котором Настотель храма Противерей Валерий Харитонов Руководствуясь Пятнадцатым Правилом Двукратного Собора Вот Классика Как он Сделал Уседителя Фотия Великого Патриарха Татьяна Польского Зачитал Прихожанам Свое Обращение К епископу Симону О прекращении Молитвенного И Евхаристического Общения Польского Кирилла Почитайте Я эти Ролики Добавлю Вам Вниз Вот он Это делает И текст Даже тут Должен быть Короче Молодец Красиво Вот так Вот такие Пастыри Должны быть Потому что Все что Мы Миряне Вот Его текст Мы Миряне Понимаем Что все То что в храме То свято Ну Новоначальные Давайте Даже Переведусь Так было И С нами С новоначальными Но и Понимаете Душа Христианка Она просит Чтобы Это было Так Все что Вот В храме Должно быть Ну Если не свято То Чисто Вот И когда Мы видим С вами Всякую Ерунду Стяжательство Не дай Бог Педофилию Вот Многие Это тоже Наблюдают Какие-то отношения Грязные С Прихожанами Он там Или ругается Или неопрятно Или Непонятно Что говорит Сам Вона По поводу Этих вот Всадников Апокалипсиса Да Первый Мы вспоминаем Это Чума Что он Говорил О нем Второй Всадник У нас Идет Война Что он Говорил Об этом Всаднике Третий Всадник Это Голод Сейчас Скоро Он уже Прибежит Четвертый Антихрист Вот И Вот этот Почему я Даже картинку Перевел Потому что Этот Священник Классический Вот так Должно быть Вот так Должно быть И он Я Я сейчас Его Дам Телефон Пишите Это По его Благословению Это его Личный Телефон 8905 431 2088 Живет Он На хуторе Варваринском Шоловского района Ростовской области Дома От 50 до 150 тысяч Рублей Даже Меньше Там Ну Посмотрите Протверей Валерий Харитонов Он ждет Вашего Звонка Напомню Чтобы звонили Только люди Только люди Живые Не в Мароке Не Не Такие У которых денег Там дофигища И Просто Куплю Пусть лежит Таких Такие Просто вы Потратите Свое время И время Достойного Отца В этом же Значит Он там и живет И там вот дома Это дома Даже его Сейчас я вам покажу Переписку Значит Вы поняли Я переворачиваю Камеру О том Что вот так Выглядит У приличных Священников Должно быть Кто этого не сделал Тот Иуда Тот оставил нас Тот Кормится Остался Как бы В храме Но для того Чтобы просто Кормиться Издеваться Над Святой Троицей И над нами Но мы-то Привыкли Чтобы над нами Издевались Но над Троицей Не полезно Издеваться Но тем не менее Они это практикуют 14 тысяч Священников В нашей В нашем Нашей церкви РПЦМП 200 архиереев И 14 тысяч Это ужасно Из них Наверное 13 тысяч Издеваются Над Святой Троицей Дорогие мои Дорогие мои друзья И эти 200 Архиереев Также издеваются Что мы имеем Поэтому только Вот эти страдания Нас очистят Вот он Написал Я ссылку Оставлю Почитаете Вот это Все он пишет И подписал Вот это Человек Вот так Должно Вот так Должно Выглядеть Это Мне очень жаль Нас Нас намного больше Верующих Такое большое письмо Ссылки Молодец Большое письмо Когда оно Закончится Сейчас Интересно Даже Вот он Пишет Дорогие Во христе Отцы Настоятели Православные Пастыри Наступило Время Исповедания Веры Православной Необходимо Сплотиться Всем Вы истине Настоящим И бороться За приходские Православные Храмы Если Не успеем И не сумеем Удержать Храмы Позволив Пустительных Еретиков Зубит Время Исхода Церкви Христовой В катакомбы Пастыри Церкви Христовой Не убойтесь Страх Ради Архиерейского Это страх Не Божий А животный Правило Шестого Ладокийского Собора Не Попускать Еретикам Коснеющим Ереси Входить Храм Божий Все еретики Экуминисты Отступники Попежники Вне Церкви Батьки Православные Миряне Нуждаются В вас Не Оставьте Не предайте Отец Овец Христовых Отступникам Еретикам На погибель Потому что Вместе С еретиками В храме Войдут Бесы В красных Шапочках В церквах В красных Платьях Станут Служить Сбылось Порощество Схимонахи Макарии О совместном Служении Вот замечательно Вот это Всем надо Посылать Вот Истина Вот он пишет Истина Не является Приметом торга И компромисса В вопросах веры Быть не может Терпение Православного Народа Божия Не безгранична Не сочтите Задержность Владыка Гонение За веру За веру И всевозможных Лишений Мы от вас Не боимся Ваше Преосвященство Неравнушный Послушник Недостойный Молитвенник Протерей Валерий Харитонов 24.09.17 Копия Настоящего Обращения С вашей Резолюции Прошу Предать Мне Через Благочинного Вот Этот текст Вот его Подпись Вот так Выглядит Приличный Священник Верующий Так Значит Я вам Показал Этот Ролик Найдете Его А сейчас Я вам Покажу Нашу Переписку С благословения Отца С благословения Отца Валерия Так Просто Чтобы На Получите ответы На какие-то вопросы Чтобы меньше Ему Голу морочили Так Сейчас Так Евгений Если Просьбы Закинь Среди Верных Ростовской Области В Шолоховском Районе В хуторе Варваринском Где я служу И проживаю Продаются Два дома Это СМС Поэтому Я так Их прислал Чтобы Один Флигель Без документов Перспектива Аукцион Сделать Документ 50 тысяч Рублей 50 Не 500 Есть Пробитая Новая скважина 50 метров Новая крыша Рядом Родник Дальше Один Флигель Без документов Перспектива Аукцион Я уже Прочитал Третий Четвертый Второй Дом Моего сына Просит Сто тысяч Не миллион Пишу Я вам подчеркиваю Сто тысяч С документами Три комнаты Флигель Новая печь Два колодца Крайнее Домовладение С выгулом Овец Коров 200 метров Пруд Слушай Можешь мне самому Купить Шучу Дальше Огороды На двух Участках Бескрайние На Участке С документами Тоже есть Выход К роднику Помощь От меня В переоформлении Документов Шестое Первый Участок Хорош Много Вложено В него Но В связи Совете Он списан Хочешь Живи Никто Не выгонит Ни совет Ни участковый Но чтобы Оформить И включить Свет Нужно Провести Торги Тысячу Рублей Так Ну что Почитаем Порочество 22 минуты Ой 27 минут Или отдельно Это сделать Мне прислали Очень интересное Пророчество Давайте Почитаем Сразу Уже Так Ведение Отца Антония О печальном Будущем России Мира Большая Энциклопедия Апокалипсиса Сайт Что знал Что знал Что думал Чем Мог поделиться Про все Рассказал Поэтому И не хочу Повторяться Давайте Почитаем Во имя Отца Сына Святого Духа Аминь Трудно Было Это Воспринять В те годы Для начала Я вам говорю Дорогие мои Что Я Это все Начитаю Много Полезного Буду читать Быстро Много Полезного Как относиться Ко всему Этому Вы все Выцерковленные Все взрослые Меня смотрят Взрослые Люди И пожившие И имеющие Опыт И духовный И опыт Житейский Вот Поэтому Относитесь Ко всему Как Сочете Нужным Но Мне очень понравилась Эта статья Вот Давайте Читаем Просветимся Прежде всего Всевозможные Технические Катастрофы Созданные Человеком Система Существования По сути Сатанинская Ибо Абсолютно Противоречит Законам Счетчик Идет Идет Законам Божьим Начнет Ломаться Будут падать Самолеты Тонуть Корабли Взрываться Атомные Станции Химические Заводы И все Это будет На фоне Страшных Природных Явлений Которые Будут Происходить По всей Земле Но особенно Сильно В Америке Это ураганы Недовидной Силы Землетрясения Жесточайшие Засухи Наоборот Потопообразные Ливни Будет Серт Земли Жуткий Монстр Современный Содом Нью-Йорк Не останется Без Возмездия Гамора Лос-Анджелес Трудно Будет На Земле Найти Такое Место Где Чувствовал Бы себя Спокойно В полной Безопасности Спокойство Человека Будет Только В уповании На Бога Земля Уже Не даст Ему Защиты Наиболее Страшными Последствиями Разъяренная Природа Грозит Городам Ибо Они Полностью Оторвались От нее Одно Разрушение Веронской Башни Современного Дома И сотни Погребенных Без покаяний Причастия Сотни Погибших Душ Эти Дома Поставленные На Сваях Суть Стрел Пронзивших Землю Как бы Стремящийся Туда Каду Они Понесут Людям Адскую Смерть Под Завалами И тот Кто останется Живой Будет Завидовать Погибшим Мгновенно Ибо Его Участь Еще Ужаснее Смерть От Голода И Удушья Города Будут Собой Представлять Ужасающие Зрелища Даже Те Которые Избегут Полного Разрушения Лишенные Воды Электричества Тепла И подвоза Пищи Они будут Напоминать Огромные Каменные Гробы Так Много Людей Будет Умирать Банды Бандитов Будут Бесконечно Совершать Свои Злодеяния Даже Днем Передвигаться В городе Будет Опасно На ночь Люди Будут Собираться Большими Группами Дабы Вместе Попытаться Дожить До утра Восход Солнце Увы Возвестить Не радость Нового Дня Но Горе Необходимости Прожить Этот День Не надо Думать Что На селе Будет Царить Спокойствие И Благоденствие Отравленные Обезображенные Испепеленные Засухой Или залитые Ливнями Поля Не дадут Необходимого Урожая Будет Невиданный Ранее Падеж Скота И люди Не в состоянии Зарыть Животных Оставят Их Разлагаться Отравляя Воздух Страшным Злосмердением Будут Крестьяне Страдать От Нападений Горожан Которые В поиске Пищи Разойдутся По весам Готовы убить Человека За кусок Хлеба Да За кусок Который Им сейчас Горло Не лезет Без приправ И соусов Будет Литься Кровь Людоедство Станет Обычным Явлением Явлением Приняв Печать Антихриста Человечество Сотрет Все границы Нравственности Для селян Ночь Также Период Особого Страха Ибо Это время Будет С наиболее Жесткими Разбоями А нужно Не только Пережить Но и Сохранить Имущество Для работы Иначе Также Угрожает Голодная Смерть Люди Сами Как и В городах Будут Объектами Охоты Со стороны Будет Казаться Что Вернулись До потопные Времена Но нет В то Время Над миром Давлило Слово Божие Растите И умножайтесь Сейчас Сама жизнь Человеческая И существует Направлена На Отвержение Благодати И промысла Божьего Но это Еще не Конец Предверие Пришествия Антихристова Хаос В жизни Почти Всех Стран Процветания Будут Те Кто В силу Исповедуемой Религии Ждет Пришествия Лжемессии Прежде всего Это Иудеи Мусульмане За ними Те Претестанты Кто Отрицает Божество Господа Нашего Иисуса Христа Проповедует Царство Божие На земле Усиление Их влияние Уже Сейчас Видно Дальше Будет Пуще Главное Сейчас Для них Овладеть Землей Тайно Будет Скупаться Все И леса И поля И реки Сибирь Пойдет Под китайцы Может и Больше Вырвут Вся Жизнь Последних Времен Это Одна Сплошная Беда И боль И здесь Не столь важно Кто именно Виновен Тот или иной Отнюдь Самогреховная Жизнь Уже Катастрофа Чем больше Цивилизованного Места Проживания Людей Тем больше Произойдет Ужасов От технических И природных Апокалиптических Недоразумений Видел я Современный Содом Нью-Йорк В огне Печь Адская Развалены И несчастливые Жертвы Но жертвы Ли Жертвы Всегда Чиста Там же Гибли Оскверненные Не сохранившись Своей чистоты Отвергшие Истину И ввергшие Себя В пучину Часовских Считай Бесовских Суемудрей Они Пытавшиеся Создать Новое Подобие Вавилонской Башни Этакого Процветающего Государства Без Бога Вне Его Законов И будут Первыми Жертвами Его Жертвами Своих Правителей К тому же В качестве Одной из ступеней К мировому Господству Власти Принесут на Алтарь Вала Жизнь Своих Сотечественников Эти Власти Состоящие Состоящие Из людей Исповедующих Выродившихся Сатанизм Иудаизм В ожидании Лжемессии И Антихриста Пойдут На все Чтобы Вызвать Войны И трагедии Мирового Значения Но огонь Распутства Все Кроме Иудеев Гои Что-то Менее Ценное Чем скот Но лучше Дерево И камни И попытка Это будет Удачной В старом же Центре Будут Стрелять Взрывать В общем Наводить Ужас На жителей Но И это Будет Использовано Для убеждения Всех И вся В необходимости Полного Контроля Над людьми Но настанет Время Когда Каждая Минута Для верных Будет Ощущаться Годом Целой Жизнью Столько Ужаса Будет Вокруг А часы По-прежнему Тикают Отчитывать Те же Секунды Минуты Часы Англии Не будет Остров Уйдет В море Отягощенным Океаном Грехов Блуждений Тоже Ждет И Деспота Восточного Японию Их часы Тоже Будут Подолжать Отчитывать Время Человеческое Но Для жителей Оно Уже Остановлено Их Упование На разум И возможности Его Уже Переполнило Самую Большую Чашу Терпения Землетрясения И морские Волны Уничтожат Острова Нечестия Нового Вавилона Идолопоклонничество Падшей Природы Человека Это Как бы Диалог С отцом Антонием Отец Антоний Перебил Я старца А Индия Китай Другие Страны Какова Будет Их Судьба Отче Ты же Разговариваешь Не с Определителем Судьб А лишь Жалким Отражением Его Как Можно С точностью Говорить О судьбах Целого Народа Сказать Можно Только о том Что Было Открыто Но Вспомни Опять Таки Обиженного Пророка У дел Всех Китай Захастнет Большую Часть России Конечно Украина Часть Ее Желтой Будет Вся Земля За Горами И После Них Сохранится Только Держава Благоверного Андрея Великого Голопотомка Александра И ближайших Горостков От их Корня То Что Устояло То И будет Стоять Но Это Не Значит Что Сохранится Православное Государство Российское В пределах Властвования Антихриста Совсем Не русское Начало Будет Давлять Над жизнью Прошлом Православных Жителей Желтое Нашествие Не единственное Будет Нашествие Черное Голодные Пораженные Незличимой Болезнью Африканцы Наполнят Наши Города И веси И это Будет Много Много Хуже Того Что Сейчас Происходит От засилия Выходцев С Кавказа Средней Азии Это И есть Своим Хотя И этим Своим Вниманием Вас не Предложат За чечевичную Похлебку Войдут В Объединенную Церковь Примут Антихриста Поэтому Будет Все Кроме Православия Ибо Оно И есть Первый Обличитель В мире Поднебесной Всякой Неправды Суеты И лжи Именно Оно Является Особым Показателем Правды Чистоты И истины Да Легче Будет Спасаться В весях И это Просто Объяснить Торопливость Дьявольская Скажется Важно Не место Важно Отрешение От всего Что Связывает Человек Астанинской Сущностью Наших Государств Со всеми Укладом Жизни Человека Который Направлен На зависимость От Некого Центра А у Центра Этого И рогов Не надо Будет Искать И там И так Все Видно Исчезнут И зачтут Весь народ На номер Каждому Дадут Как в лагере То была Первая Проба Потом Задавят Поборами Налогами На все Их Назначат И на землю И на воду И на тепло И получится Это так Что человек Все деньги Отдавать Станет Некому Государству А это Мил мой Не держава Не отечество А это же Рогатый Искуситель Будет человек Полной власти Того Кому кровные То свои Отдал Потому как Не привык Посты держать Тем паче Посты суровые Не привык Жить хуже всех Гордыньку Да не смирил Все на потом Откладывал А потом Это Погубляющий Потом Как Встречать его Не с чем Окажешься Так Человеку Не взявшему Зон Проливной Дождь Упаси Господи Долги Делать Да Всякие Там Кредиты Брать На хлебушек Кое-как Хватает И слава Богу Остальное От неумеренности Государство Будет И уже Является Главным Врагом Спасения Это чудовище Многоголовое Без имени Без звания Жившее Только за счет Высасывания Последних соков Из людей Преклоняющийся Перед ним Голову Своего Монстра Суть Разные Власти Президенты Министры Советы Парламенты Всякие Бандиты Разных Мостей В разной Форме Суды Все это Пожиратели Труда Человеческого Питает Тело Чудовище Отец Антоний Спрашивает Старца А как же От этого Уберечься Кто Может Сказать Где Будет Трясти А где Нет Душа Моя Отвечает Старец Тебя еще Учить Я Тебе Целый День Об этом Только И говорю Плохой Врач Лечит Следствие А хороший Прежде всего Ищет Причину Болезни Дабы Ее Устранить Отчего Земля Начнет Трескаться И дрожать От страшных Грехов Человеческих Она содрогнется И не раз Стало быть Следует Самому Следить За Чистою Жизни И Место Проживания Выбрать Себе Такое Где Меньше Греха Пусть Даже Не из-за Неправедности Жителей А из-за Малого Их числа Деревня Перебиваю Я С тайной Надеждой Что Старец Даст Оправдание Проживания В большом Городе Отец Александр Прости Но Я уже Наговорил Тебе По этому Поводу Не отпущено Ни столько Времени Чтобы Поповторяться Ты Услышал То Что тебе Не нравится Но Другого Я не скажу Разве Только Вместо Деревни Можно Принять Маленький Городок Без Этого Сатанистского Изобретения Многоэтажек Скажем Отдаленный Одноэтажный Райцентр Это одно Второе Источники Воды Лучше Всего Если Место Проживания Будет Расположено При Стечении Многочисленных Вод Тем Паче Что Места Места Этим Малолюдны А то И вообще Одичавшие Значит И более Безопасны Я же Говорил Тебе Что Деревня Будет Убежищем Относительным Я видел Толпы Голодных Останивших От происходящего От своих Грехопадений Горожан Выходивших На разбой В села Евангелие Следует Понимать Буквально Сказано Беги В пустыню Вот и беги Не обдумывай Святые Славеса И Господь Пребудет С исполняющим Его Святую Волю А это Надежнее Чем следовать Плодам Пораженным Грехом Разума Именно Города Будут Под особым Взором Темных сил Именно там И проще Поставить людей На колени Не завези хлебушек Через день Согласятся Поставить число Антихристова Куда угодно Но и до него До его пришествия Жители городов Больше всего Испытают Тяготы Той смуты Которая Надлежит Произойти И за честь Их будет Куда как проще Чем Повесим Особенно Дальним Затерянным Будут Бесы летать И подсказывать По времени Не хватает Всех собрать Да и Господь Ревнующим О спасении И помощь свою Подаст Я почти каждый раз Когда говорю людям О необходимости Оставить привычный Оставить привычный Образ жизни Вижу Недоумение В их глазах Зачем Начинаются Путанные объяснения Ссылка на Интеллектуальность Скудость Жителей Даже малых городов Говорю о спасении А в ответ А мне какой-то Отец сказал Что спастись Везде можно А у него Тоже в центре города Квартира Многоэтажки Двухъярусная Многоэтажку Смени на дом Пригороде С хорошим кусочком земли Отрешись От погони За модой На все На одежду На убраску квартиры На машину На все Отче Не внушить людям Что все деньги Идут в один центр И готовятся Для него Да-да Для него Головой кивают Но никто не верит Конечно На селе нет Того комфорта Как в городе Но в этом же И спасение Отреши город От села Город Вымрет А ведь И 10 лет Проживет Хоть и туда Соблазн идет Отправляется С телевизором И с учащущими Студентами Но заметь Город их Вытаскивает Завлекает Сатанинские Объятия Но сам Села Нездорово идет Те Кто За всем этим Стоит Знают Что трудно Объять Необъятное Проще Выманить На приманку Людей в город Сделать их Неспособными К проживанию Без Вспомогании Центра Сидеть Как легче Плакала Недавно Женщина Поселила молитв Муж После получки Сел в лифт И ехал домой На ком-то Промброченном этаже Остановили Вытащили мужика Отобрали деньги Избили Оказывается Были случаи Над женщинами Так об одном Доме речь И ведь это Только начало Через несколько лет Этой днем На улице Будет опасно Находиться Из-за шаек Разбойников Даже там Разбойников Отравлены мораль Американского Кулака Обычные Отчаявшиеся люди Станут В жизнь Притворять Эти заморские Принципы Существования Как скорпион Себя убивает Так и они Привнося Новую порцию Яда Задеяния В мир Будут приближать Конец Своего земного Бренного Существования Умирать будут Сродни Городским Бродячим Животным Без исповеди Без причастия Без отпевания Даже без гробов Не так просто Будет закопать На кладбище Трупы в домах Будут лежать Сутками Пока родные И близкие Смогут договориться С бандитами Контролирующие Места Упокоения Поэтому Как всегда В тяжелые времена Начнут появляться Могилы Во дворах Скверах Где только можно Ибо хоронить Будут тайно Стремясь Скрыть могилу Ибо в городе Ночами будут Бродить Толпы Батших Людоедов Отец Антоний Перекрестился Как-то быстрее Чем обычно Подобно Крестятся Православные При виде чего-то Особо греховного Мерзкого Со словами Господи Помилуй Вероятно Эти картины Из видения До сих пор Стояли у него Перед глазами И он не просто Пересказывал Когда-то виденное Он описывал То, что Было ему открыто То, что он Сейчас видел Хотя это Только мое Предположение Отец Антоний Прервал я Молчанием его Вот При бегстве В пустыню Как вы считаете Что лучше С собой взять Не Оттирая слези На Старец Тепло Но с грустью Улыбнулся Ты-то куда Бежать собрался Мил человек Гонение Это будет Будет иметь Необходимость Старительный Инструмент Топоры Лопата Буржуйку Конечно Одежду Обувь Простую Надежную В общем Все, что Может помочь Подержаться Три с половиной Года Подчеркиваю Написано Три с половиной Года Хотя Я говорил Примерно Три Но это Не важно Это лекарства Различные Спички Соль Отец Антоний А для тех Кто останется В городе Шанса на спасение Нет Спрашиваю Почему Другое дело Один в городе А в деревне Два Но разве Разумно Пользоваться Можно Нельзя Когда речь Идет Спасение Души Ты говоришь Трудно Представить Сейчас Мы уже Завоеваны Чужим Духом Русским Славянским И не пахнет Разве что В храме И то не В каждом Но уже На очереди Завоевания Руси Другими народами И народцами Кавказцами Китайцами Сейчас Они только Присутствуют В стране Занимаясь Основным Рынчанными Делами И народцы Как всегда Всеми способами Стараются Уничтожить Достоинство Православных Наложить Лапу На несметные Сокровища Руси Малой Белой Великой Но Будет Время Их Прямого Правления Отец Антоний Я все же Не совсем Понял Основу Глобального Голода Катастрофы Войны Техногенное Воздействие Это понятно И сейчас Имеем место Быть Пускай Отравленное Но Должно же Быть зерно Меньше Больше Но не полное Его отсутствие Спрашиваю Старцы Продовольственное Изобилие Сегодня на западе Это фантом Призрак Как и вся их Цивилизация Да за счет Химии Всяких Диабельских Учрений Удается Вырастить Какое-то количество Птицы Скота Хлеба Но не столько Чтобы даже На себя Хватило В полной мере Собственный продукт У них рассчитан На нищету Для вывоза Кна В том числе Настоящие продукты Стоят огромных денег И возятся В Европу И в Америку Это сейчас Стоит же Только миру Зашататься Не будет Ни тех крок Что нам сейчас дают Совершится дело Десятки новых Болезней Животных Растений Которые человеку Смерть принесут У нас Настоящий Продукт Это К новому К этому времени Будет на полях Работать Город Продолжает Выманивать Здоровых людей Из деревни Кроме того Объяснование Америки Родит страшные Природные изменения И все в худшую сторону Закроются Небесные источники Вод Земля иссохнет Бесплатной надежде На влагу Что-то вырастет Но на всех Этого не хватит Скотина будет Пропадать Для нее Жизни тоже не хватит Корма и воды Рыбы Либо высохнут Либо превратятся В сточные реки В сточные канавы Источающие Смертельные миазмы Тоже будет И с озерами Прудами Внутренние моря Тоже умрут И жить после них Будет невозможно Книющие Слывающие рыбы Морские животные Поднявшиеся Со дна Сероводород Неожиданно смерть Принесет Жителям побережья Вот тебе и голод Он всегда страшен Но подобного Этому Земля еще не видела Не будет Ни хлеба Ни воды Ни евангельской Любви И сострадания Голод В последние времена Будет еще хуже Уйдет Надежда На лучшие Мы с вами Начинали Сегодняшний диалог Именно По поводу Уныния Помните Что не надо Этого делать Раньше знали Что стоит Как-то Придержаться Милости Божьей Глядишь С нового урожая И отойдешь Поправишь силы Теперь этого не будет Исчезнет вера в Бога Исчезнет вера в лучшее Расчет будет Только на свою силу На то Чтобы выжить Даже за счет Ближнего своего Как блокадно В Ленинграде Бандиты Вытаскивали у людей Хлебные карточки Или отбирали силы Их Обрекая чайка Порой И целую семью На голодную смерть Так и будут Теперь Воровать Отбирать Сесное И убивать В местах же Истечения чистых вод Будет возможность Утоления жажды И выращивать Какой-то зелени Съедобной А то и хлебушка Господь даст Хоть праздник Сухариком Побавоваться Повезет Так и рыбка Может в ручье Оказаться А в лесу Ягоды Да грибы Да разносол Рассчитывать Не приходится Но протянуть Как-то можно И гонения В лесных дебрях Будут Значительно слабее Главное Не поддаваться Унынию И страху Нанавиваемое Бесами Также сейчас Готовились Ко всему Уступованию На Господа Нельзя Все мысли Направлять На ужасы Грядущего Думать надо О стяжании Благодати Божией Батюшка Как же Китайцев Да без знания Его И навыков Необходимых Не выживешь Вот я вам тоже Об этом говорю Дорогие мои По поводу Европейского севера Так вам так пишут Европейский север Вот это Русский север Точнее Да Это И в принципе Другие старцы Об этом говорили Это Мурманская область Карелия Вологодская область Архангельская область Вот это направление Родина Деда Мороза Великий Устюг То есть Вот это направление Я там везде был И Это пустыня Это как раз пустыня Вот Когда ты едешь Замечательная трасса Кстати Москва Архангельск Трасса шикарная Нет этих Которые доят водителей Этих вот камер После Вологды Их нет вообще Пустыня На всем протяжении Там Километров 600 Около Наверное Шести Поселков Представляете Пяти поселков Сел Сел Небольших Это пустыня Поэтому Вот Все Действительно Складывается Все пазлы Все Кубики Рубики Читаем дальше Мы только Прочитали с вами Две трети статьи Вот Европейский север Привлекателен Читаем дальше Старобрядцы Скрываясь Северных Европейских Чащих Как и в сибирских Но они Это бежать туда Ли с сотнями А совместно Всегда проще Устраиваться В новом месте Кроме того Люди Того времени Были более природные Больше умели Меньше требовали От жизни Были крепче Здоровее Поэтому В ту сторону Лучше и не смотреть Южнее тоже Хватает Пустынных мест Для удобного Сокрытия От Слуг Антихристовых Отец Антоний Оружие Стоит иметь У себя Для той же Охоты Скажем Спрашиваю старца Ты о себе Говоришь Чуть Сукаризм И вопросом Ответил батюшка Да нет Конечно Я в принципе Говорю Для всех Пояснил я Нет Отче Охота Не полезна В последние времена Очень серьезно Ответил отец Антоний Лишнее убийство И пролитая кровь Пусть и в Бессловесных Существа Отнюдь не будут Способствовать Сохранению Духовности Столь необходимой До спасения Пост и молитва Молитва и пост Не знаю Что может Оправдать убийство Декой живой Живности Разве что Только реальная Угроза смерти От голода Но Таким же Доводом Будет оправдываться И принятие числа Антихристов И людоедства Не знаю Не видел я У спасающего На столе Мясо убит На столе дичи Последнее Время Нужно Воспринимать Как единственную Оставшуюся Возможность Очиститься И вымолить У Творца Прощение За грехи Сотворенные Спокойные Времена Каждому Слышишь Отче Каждому Придется Претерпеть В эти годы Нравственные Духовные И физические Мучения Я тоже Кстати вам Дорогие друзья Часто об этом Говорю Мы с вами Давно знакомы Лет 20 уже Я Общаюсь с вами С интернета С странички Ютуба И Я всегда говорю Что И даже сегодня Я вам сказал О том Что Мучения Страдания Они Выживших Очистят Уже Бог даст Либо будет Православный Историй Либо не будет Не суть важно Самое главное Чтобы Мы были Готовы Для И Вечной Жизни Ну и Для Какого-то Существования На земле Сколько Бог даст Читаем Читаем Подготовлен Ну и Стоит Не забывать Такую мудрость Как Не искушай Господа Бога твоего Еще раз скажу Вопрос трудный Мною Мне Ответа на него Одинакового Для всех Нет Как Совет Чайка Ему Подскажет Так и Нужно Поступать Все Мы с вами Дочитали Переворачиваем Камеру Вот 58 минут Мы с вами Общаемся Сейчас Я подниму Ну Думаю Не зря Вот Скоро Наступит 30 30 Марта 23 Года Поэтому Наша задача Осталась За малым Дорогие мои Знаете В чем Просто Претерпеть Окунуться Мы как Знаете Как Сами Купили Ну Допустим Кто Был В Египте Там Погружение Можно Купить Поездку Ну Там Долларов 30 Стоит Я На Кораблике Маленьком Едешь И тебе Дают Спрашивают Ты там Дышишь Там Может Продуваться Вот И дают Тебе Значит Маску Ласты Баллон И с инструктором Ты погружаешься Ну там Немного На 8 метров Первое Погружение И вот Ты купил Билет Ты Тебе дали Снаряжение По твоему Костюм Вот И Все уже Попрыгали А ты стоишь Ждешь Вот Баллон у тебя Сзади И Суды Говорят Вы будете Погружаться Ты говоришь Нет Я не знаю Я не понимаю Я не готов Он Махнут рукой Скажет Ну ладно Дурак Профугал 30 долларов Так вот Мы сейчас С вами Все знаем Как этот Человек Может быть Не лучшая Аллегория Но она Такая Мы бы Все знаем У нас С вами Все есть И буржуйка И топор И лопата И веревки И лекарства Все 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 Что Нужно У нас Сами Есть Осталось Просто прыгнуть Сделать Шаг Прыгают Они Лицом Вперед Хотя Можно И задом Не суть Главное Прыгнуть А дальше Инструктор У нас И будет Рядом Всегда Святые угодники Божии От нас Не отказываются Святая Троица От нас Не отказывается Главное Чтоб Мы От них Не отказались И Будем Жить Лучше Не скажешь Помогай Господь Отдыхайте Вот И Я вам Дал Вот Отец Олег С С Сладушкой Ольгой Туда Тоже Люди Приезжают Там Замечательные Тоже Места Они Показывали Вот Дикие Далекие От дорог Он Там Сказал Вам В этом Ролике Вот Поэтому Прекрасно Прекрасно Можно Что-то Купить Есть Священник Живой Который Протверей Который Верующий В Бога Понимаете Вот У Елены Рязанской Области Там По-моему Священника Верующего Нету Вот А вот Третий Вариант Это Ростовская Область Худро Варваринский Там Сам Отец Валерий Харитонов Хотел Пошутить Что Куплю Куплю У него Два Дома За 150 1000 Один дом 52 100 Вот Ну Хотел Свредничать Не буду Покупайте Да Это Если Возможность Заплатите Больше Я Отцу Когда Сговаривал С отцом Валерий Я говорю Отец Что-то Совсем Ерунда Везде Я Я Я Он Заплатил На миллион меня кинули Уже 2 миллиона заплатил В Ковчег спасения В Вологодской области А здесь он пишет Три комнаты, флигель, новая печь Скважины Такие копейки Возьмите побольше Он говорит, что ты Евгений Евгений Борисович Ты что, меня засмеют Если узнают, что я продам Не за 50 тысяч А за 100 Не стал комментировать Вот такие люди Вот такие люди есть Так что Помните, что Господь вас не оставляет Ну а я грешный Тоже Я люблю вас Потому что вы такие же Как и я Иначе не будет Не только спасения Не будет спокойной жизни На этой земле Если любить только самого себя Если ненавидеть ближнего Какой смысл жить Это ж ты постоянно В раздражении Постоянно В ненависти Постоянно Да что ты Так это не жизнь Поэтому я тоже желаю вам Чтобы вы Были добрее Потому что Только любовь Спасет мир И мой Духовный отец Патрия Василий Ермаков Часто Говорил эти слова Любовь спасет мир Будем жить Ваш Евгений Лопатин Пересылайте этот ролик Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому